я написал новую песню и мы не будем растягивать прямой эфир надолго я хочу чтобы вы послушали эту песню эта песня она со смыслом если она вам понравится я даю слово что я запишу закину в itunes закину в instagram наконец-то дам ходу этой песни песня пушка если кому-то понравится то пишите в комментарии это мои слова и моя музыка песня называется фарид поехали твоя мама говорила выйти замуж за максима в голове же в макасинах твой мужчина в макасинах только-только ты живешь мечта ах и фарид он о любви тебе говорит он пока выбрит но не побрит и между ног его отжигит не спит фарид он ночью любит твой целлюлит его как голос нежно хрипит и через душу ночью храпит и ночью тихо ты в мишку плачешь тесты под подушкой прячешь чтобы мама не узнала что с фаридом ты скрыгала только-только ты живешь мечта и все вместе фарид он первым рейсом домой улетит он не напишет и не позвонит и алименты он не заплатит фарид 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 в кармане шпак и пара бумаг он на районе один из бродяг и у него железный стояк все вместе фарид он очень любит короче из-за песня пушка пиши в комментарии мы обязательно эту песню мы обязательно песню выпустим я вам даю слово и короче это будет бомба я серьезно а пока по запросам что там попросили одуванчики ну давайте одуванчики хорошо да не вопрос сейчас будут одуванчики грустная песня на самом деле одуванчики но раз вы так просите то это песня десантников на самом деле так как я сам служил в воздушных десантных войсках мне эта песня до безумия до безумия знакома ну что поехали в детстве мы все были разные были вопросы странные мама как называется то что летит в облаках орлушкаа очкаться я вы я способ и нужно б ок Мася в слезах и шумный перрон Девчонка прижалась к его губам В армию уезжает он Да вы не волнуйтесь, милые Время пройдет, и я вернусь домой Я тоже хочу попробовать Как одуванчики летят над землей Мужчиной стал он в армии Взгляд смелые, руки сильные С бесстрашным взором прыгал он Решительно в бездну синюю Но купол однажды подвел его И вылетя стропы запутались А запасной он открыть не смог Упал парашют, упутался Но стропы однажды... Я самому-то мурашек, честно говоря Но купол однажды подвел его И вылетя стропы запутались А запасной он открыть не смог Упал парашют, упутался Смотри, что там падает Похожий на одуванчики Девушка вдруг заплакала Это сынок Десантники Вот такая песня у нас есть Грустная, правда, очень Но кто служил, тот поймет Давайте дальше, поехали Я, конечно, не... Пушечная песня, согласен, да Песня просто огонь Мне кажется, ты недостаточно чувственно поешь Извини Да, может быть, может быть Я не прыгал с парашютом Чтобы он не раскрывался Так что я не могу прочувствовать Всю боль этой песни Но спел как смог Спел как смог Так что... Поехали дальше Мне быть жена Я б тогда не путался в проводах Прямо из грима поднику бы Подтянул в городах До зарплаты за неделю Не был бы нами ли Королевы и принцессы Hello and me Друг бутылки Банки, кружки Баночки Тоже друг Спрячут жена Под подушку Достанут поутру Вот тогда бы мы дел наделали Вот бы Так как зажгли Сидела бы от меня Потому что у меня На восьмом этаже Пати в Неглиже На седьмом этаже Соседи спят уже На девятом этаже Медведи и Фаберже Этажом выше Спецназ на крыше Всем парням Костюмы Тройки Бабочки Трубочки Самолеты Да ладно Вы меня сбиваете Столько комментариев Я не успеваю читать Ой, где эти руки вверх Блин, эти песни Из моего двора Я родился ночью под забором Воры окрестили меня Я родная Мать родная Назвала Руслана Ай, мамачан А я шарил ночью По карманам Мать родная Назвала Руслана Ай, мамачан А я шарил ночью По карманам ну что поехали дальше я короче смотрю иногда захожу к знакомым в прямые эфиры они просто сидят нихуя не делают и смотрят я думаю ну как так ну то скучно же да как бы кто угадает по аккордам что за музыка будет дальше что за песня узнали нет тогда поехали песен еще не написаны сколько скажи кукушка пропой в городе мне жить или на выселках камнем лежать или гореть звездой звездой солнце моё взгляни на меня моя ладонь превратилась в кулак и если есть порох да и огня кто пойдет по следу одинокому сильные да смелые головы сложили в поле в бою молоко остался в светлой памяти в трезвом уме да с твердой рукой в строю в строю солнце моё взгляни на меня мая ладонь превратилась в кулак мая ладонь превратилась в кулак да что то не так подожди солнце моё взгляни на меня или у меня голос меняется моя ладонь превратилась в кулак если скорость этой огня или нет или да что то не то не знаю не цепляю что ли или может другие аккорды поискать с вида не то что есть всем знакомое какая песня может быть скорее всего это руки вверх до руки вверх и жопы вниз вот такой ты араме а что у них есть в 18 мне уже да он тебя целует говорит что любит сауне обнимает кляшки прижимает да а я я девчонка где же были твои ножки я знаю давайте алёшку алёшку же все знают алёшка да потому что есть алёшка у тебя алёшки ты скучаешь зря а у алёшки словно у коня все знают эту песню она вообще бомбовая да как бы давайте все вместе кто знает руки вверх тот хуярит лайк своей волосатой лепешкой и любишь ты алёшку больше чем меня но ты понятно да как бы алёшки ты вздыхаешь зря я попал на ну всё правильно да да точно всё поехали и любишь ты алёшку больше чем меня алёшки ты вздыхаешь зря алёшки все твои мечты только арсене позабыла ты и без ножки жизнь твоя пустая ты совсем еще наивна и чиста наблюдаешь ты за ним издалека потому что между ног река потому что есть алёшка у тебя алёшки ты вздыхаешь зря у алёшки словно у коня только о гурге не позабыла ты тварь блин это же так не и не висит плакат мой на стене ты уже не помнишь обо мне и подружкам ты боишься рассказать как алёшку не хочешь потерять и стоишь ты рядом в двух шагах и не скроешь слёзы на глазах блин ты не знаешь как ты далеко ляже почти так между нами слёзыка потому что есть алёшка у тебя алёшки ты вздыхаешь зря алёшки все твои мечты только о гурге не позабыла ты ла-ла-ла-лай ла-ла-лай все понятно там на самом деле у группы руки вверх куча всяких песен которые хоть без слез не взглянешь просто это ужас а это что за песня у них а это я не знаю подожди девчонка какая-то думала-думала-думала засыпай здравствуй ты плачешь снова здравствуй это институт у них такие песни что можно сериалы на рнтв называть серьезно но это жесть просто да честно какой глупый молодой на мели что еще песни ким знает нет просто рамазам салам аликум баммар джос барев дзес привет бонжур хэллоу какую дальше песню поем я не понял я не понял можешь смело бузову подвинуть вообще ни о чем просто не почувствую скажу оля это как называется а как это называется оля тебе чо в комнате один я смотрю на звезды в окна посмотри на них если хочешь даже с неба ты в ростове там но я скучаю в грозном посмотри на них посмотри я умираю милые зеленые глаза а в глазах жемчужина слеза не забуду я их никогда ты приди ко мне мечта моя милые зеленые глаза а в глазах жемчужина слеза не забуду я их никогда ты приди ко мне мечта моя может быть и ты как я там повстречаешь ты меня найди а при встрече мне расскажешь как меня ждала как по звездам ты искала как меня нашла как от радости рыдала милые зеленые глаза а в глазах жемчужина слеза не забуду я их никогда ты приди ко мне мечта моя милые зеленые глаза а в глазах жемчужина слеза не забуду я их никогда ты приди ко мне мечта моя милые зеленые глаза и такси я не говорю здесь о доме 2 так что в следующий раз здравствуйте добрый вечер чтобы еще спеть то что еще знаю на гитаре типа я знаю что я спою это будет по-моему эта песня да я насколько знаю это она должна да она очень такая хорошая песня е езди а а а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, эта песня, она лютая, серьезно, я ее уже записал в ватсапе, скинул знакомым, все говорят, это просто, это пушка, Арсен Лирик, который писал ты до этого, это говно, Фарид, это новый взгляд на поп-культуру в России, серьезно. Мне кажется, именно такие песни нужно писать, даже сеструха моя сказала, что она, она, в клубе бы под эту песню отжигала, просто вдумайтесь, Фарид, вам главное припев, готовы, все вместе, давайте все вместе, я сейчас, я сейчас, давайте так, смотрите, Фарид, да, он о любви тебе говорит, запомнили, он гладко выбрит, но не побрит, типа, кто понял, тот понял, да, и между ног его отжигит, не спит никогда, понимаете, Фарид, да, Он очень любит твой целлюлит, потому что все подруги говорят, Ань, ну похудей, еб твою мать, похудей, а он тебе знаешь, что говорит, он говорит, Аня, ты по-любому красотка, а-ха-ха, вот, и вот так голос нежно хрипит, и через уши ночью храпит, Фарид, все, вы готовы? Тогда на счет три, четыре, поехали, и... Твоя мама говорила, выйти замуж за Максима, в голове же, в магазинах, на приоре твой мужчина, только-только ты живешь в мечтах, и... Фарид, он о любви тебе говорит, он гладко выбрит, но не побрит, и он между ног его отжигит, и не спит, Фарид, он очень любит твой целлюлит, и вот так голос нежно хрипит, и через уши ночью храпит, Фарид... Ночью тихо ты в мишку плачешь, тесты под подушкой прячешь, чтобы мама не узнала, что с Фаридом ты скрывала, только-только ты живешь в мечтах... Фарид, он первым рейсом домой улетит, он не напишет и не позвонит, и алименты он не заплатит, Фарид, Фарид... В кармане шмак и пара бумаг, мол, он на районе один из бродяг, и у него железный стояк... Все запомнили, тогда все вместе, Фарид... Он о любви тебе говорит, он гладко выбрит, но не побрит, и между ног его отжигит, и не спит, Фарид... Он очень любит твой целлюлит, мол, его так голос нежно хрипит, и через уши ночью храпит, Фарид... Я даже придумал клип под эту песню, это просто пушка, естественно, это увляй... Фарид, это новый хит, серьезно, даже вот видите, Фарид, он говорит, это новый хит, все под Фарида, просто... Вот для Фарида я скину песню всем желающим в WhatsApp, где хотите, где не хотите, просто Фарид должен порвать... Мне кажется, моя волна успеха начнется именно на Фариде, да... Потому что я эту песню, я вложил в нее душу, я прожил в городе Ноябрьск в долгих 8 лет, и столько Фаридов видел, честно... Которые берут Аню просто вакаляка, щакаляка, ферри-гэри, йоффи-тоффи, джангалянга... Она же с родителем об этом не говорит, она молчит, а Фарид... Я говорю, что делает Фарид? А Фарид потом на хату, женится там на Мадине, и все, все... Ни алименты, ни звонков, ни привет, ни права, ни пока, все... Так что будьте аккуратнее, девчонки, будьте аккуратнее, не дай бог в кого-то Фарид заедет, и кто знает, чем это обернется, да... Поэтому давайте какую-нибудь нормальную песню споем, а про Фарида не забывайте думать, серьезно... Песня очень крутая, просто я, честно, боже, я прям... Это фантастика, Фарид это фантастика, серьезно, это просто, блядь, это космос... Что-то замолчали все... Что так мало народу стало? Так я не популярен, все, куда? Да, на хрена людям что-то смотреть? Я же не на доме, два правда... Молчит экран, и я хотел бы вместе с ним... Просто забрать тебя и держать из всех сил... На новый день, и я опять невыносим... И ты уходишь, будто бы я тебя попросил... И я вроде как счастлив, но явно к тебе привязан, на нашей улице в сказке... Понари для нас не гас, тут можешь продолжать, не стичишь, легче не станет никому... Так что прыгай ко мне, пока я ловлю... Давай, Альбина, прыгай, блин! И пускай капает, капает с неба... Иду в мокрых глазах к тебе, где бы я не был... Для остальных я занят звонки без ответа... Отойти к тебе... И пускай капает, капает с неба... Иду в мокрых глазах к тебе, где бы я не был... Для остальных я занят звонки без ответа... Отойти к тебе... Скажи, пожалуйста, почему ты Милену ударил? Из-за чего это все было? Ула, прошло уже полгода. Ты угоряешь, что ли, с такими вопросами? Аминь. Ты что, сиди на хате, не балуйся. Ударил. Как ты это вспомнил вообще? Если обсудить, в принципе, этот вопрос в целом, да это сеструхины куклы. Если в целом обсудить этот вопрос по поводу ударил, как ее, Милену, то, ну, чтобы девушек не били, нужно вести себя как девушка. Если девушка опускается на уровень мрази, то, соответственно, пропадают все грани, которые ее облагораживают. То есть ты становишься мразью, ты начинаешь вести себя как последняя конченная сука, и из-за этого получаешь поеблету. Вот и все как бы, то есть все предельно просто. Веди себя достойно, как девушка, и никто на тебя никогда руки не поднимет, да? Будь порядочной, не сиди, не груби никому, не кидайся ни на кого, да? То есть ты что себе позволяешь? Давайте сейчас судить так. Ну нельзя трогать и бить девушек. Я согласен, девушек бить нельзя. А суку, которая на тебя кидается, бить можно, потому что она напутает, да? Ты же не оскорблял, не оскорблял. Ты не кидался, не кидался. У них там со своим парнем какие-то свои владилюга. Она вдруг решила выпустить пар на чужом человеке, да, на мужчине. Ну и держала. Все, все просто. Так что есть, еще раз говорю, пределы, нормы какие-то определенные. Девушка, если она девушка, то она не заслуживает того, чтобы на нее поднимали руки. У меня у самого несколько сестер, и я всегда за это топлю, что никогда нельзя поднимать руку на девушку. Но при этом и мои сестры, они не путают грани. То есть веди себя достойно, и все будет в порядке. Как только ты становишься или опускаешься на один уровень с мужчиной, ты уже не становишься девушкой. А то как-то пошла такая интересная штука, что, мол, что тут у нас? Зачем ты все это обсуждаешь? Это же грязное дело, как говорится, не суди и сам не судим будешь. Да, мы живем сейчас в 21 веке, и если будем все это умалчивать, то это как бы, ну, еще более нелепо. Потому что, ну, что молчать? Правильно? Сейчас все привыкли, моя хата с краю, и вообще, похуй, что творится. Я не такой человек, я всегда все близко к сердцу воспринимаю. Так что, это уже мое дело, обсуждать это или не обсуждать. Недавно затронулся вопрос о том, что, типа, люди мусорят на улицах, а я за это ругаюсь. И вот, типа, мне больше всех надо. Смотрите, объясню, улица это общественное место. В целом, где бы это ни происходило. Я очень люблю ходить голым. Сейчас честно скажу. И когда я живу один, то я по хате хожу голый. Даже бывало, что приезжают легавые или какие-то там люди, ну, там, джека, неважно, там, приходят и пиццу приносят. Я голым. Я вот себя дома, да. Если я выйду голым на улицу, кому-то это не понравится, да, у кого-то будет там комплекс, что у него маленькая пиписька, да. Шутка. Вот. Кто-то будет истерить, что у меня дети, а тут какой-то волосатый толстый грузин с пиписькой наперевес ходит. Да, это будет ужасно? Ужасно. Я согласен с вами. Голым я должен ходить дома. Так почему какая-то тварь, неважно какого пола, идет, бухает на улице, идет, курит на улице, и я должен это все нюхать? Ну, какого хуя? Мы же с вами нормальные люди, все, да, здравомыслящие. Мы родились с вами голышом. Это наше естественное потребство ходить голыми, потому что мы такими родились. Мы не родились, суки, с вами с сигаретой, да, или с алкоголем, правильно? Значит, это у нас появилось, ну, это у нас, как это называется, я тупой просто, пиздец, это у нас с вами наживное, да, кто-то выбрал алкашку, и кто-то выбрал сигареты. И я не против этого. Кури, сука, запивай алкоголем, жри сигареты, мне честно, начкать, но делай это там, чтобы не видел я. И когда мне говорят, Арс, ты только на девушек там кидаешься, что-то можешь им качнуть, но я просто не буду там бить себя в грудь и ходить вам каждый раз записывать на видео, как я качаю это и типам, блядь, и ни одному бывает типу это качают, что нельзя на улице бухать и нельзя на улице курить. Вот и все. Если даже ты это делаешь, я не против, в рот тебе ебать. Вечером детей нету, кури, пей, просто приобретенная привычка. Спасибо, Леночка, спасибо большое, вот умный человек, приобретенная, да. Кури, пей, но будь любезен, будь любезен, убери за собой, не будь как, сука, свинья. Но мы живем в такой большой стране, во многих городах очень красиво, но мы же сами, как свиньи, себя ведем и все разбрасываем. Меня это люто, блядь, выбешивает, люто. Я не могу молчать, да, кто-то схавает, кто-то пройдет мимо и промолчит. У нас привык так народ, просто, сука, умалчивать, потому что что-то скажешь, тебе еще и пиздюлей навешивают, да. Люди еще дикие, вот ты человеку говоришь замечание, делаешь типа, ну слушай, ну не кури, пожалуйста, да, детская площадка. Иди к себе, командуй. Ты ебанутый, ну серьезно, вот кто-то говорит, ты ебанутый, ну правда, ты вообще конченый что ли. Я тут недавно идут типы, пьют пиво. Я промолчал, потому что уже был вечер, думаю, ну пьют пиво и хуй с вами. Один из них берет и крышку кидает на землю. Я говорю, братан, ну вы борзеете, подними, будь любезен, выкини. А что такое, это же крышка. Я говорю, да какая разница, что это, подбери, пожалуйста, и выкинь. У нас в Калининграде очень красиво, тут на каждом шагу, клянусь вам, ну через 200-300 метров, это очень много. Есть мусорное ведро, да, ну то есть мусорный отсек, в который можно кинуть мусор. Подбери, сука, и кинь. Это не тяжело, блядь. Ты идешь, фонари горят, красиво, тропинки все, ну все зелененькое, ну приятно, да, вот приятно же, приятно. Почему я должен идти и видеть вот этот срач? Сука, тяжело за собой убрать, и меня это, естественно, кипятит, ужасно кипятит. Вот, и я, естественно, завожусь и хуесошу всех подряд. Все, поэтому я такой ебанутый. Да, по поводу вот видео, которое у меня на стене, многие на меня накинулись, потому что, типа, я там сказал, ты лицо России, вот этой, ну, пьяной мамаши и так далее. Многие из вас, может, видели это видео. Я это сказал не дабы там задеть именно Россию в целом. Я не расист, я люблю эту страну, еще раз скажу, я вырос в этой стране, я родился в этой стране. Да я, сука, больше патриот, чем кто-либо там, кто мне качает за то, что я не русский. И так как я в любом случае кавказец, я думаю, что я нахожусь в гостях, я не позволяю себе вести себя нагло или как-то по-ублюдски, да, я стараюсь все-таки вести себя сдержанно, более толерантно и так далее. Но когда она садится пьяная, придя с ребенком на детскую площадку и начинает мне говорить, какой я, блядь, не русский, причем задевая весь Кавказ, не определенную нацию, а просто, что я черножопый. Естественно, меня это вымораживает и со злобы вылетают, ну вот такие слова, что она, ну позор, позор с твоей стороны, позор, она же кичится, что она русская, вот позорница. Это грустно, грустно, потому что мы не привыкли задевать эти вопросы. У нас по телевидению все охуенно, у нас нет расизма, у нас в стране все заебись, у нас нет нищеты, у нас нет алкоголя, блядь, у нас все охуенно. Но из этого вытекают другие проблемы. Люди действительно со злобой ходят и смотрят нас в сторону нерусских людей, да, в сторону узбеков, в сторону казахов, в сторону татар, в сторону грузин, в сторону азербайджанцев, в сторону всего Кавказа в целом. А я вырос на таких мультиках, типа там, блядь, ну погоди, там, и ебаный Маугли, да, мы с тобой одной крови. Но когда я вижу таких тварей, которые, блядь, Вага, иди нахуй, ты заебал мне, серьезно, ты че, мульти, бать? Нет плохой нации, есть плохие люди. Это, ну, это очень грамотно. Ну, действительно, так оно и есть. Нет плохой нации, нет плохих людей. Но, по сути, говоришь правильно, и мне нравится, как ты пресекаешь людей, которые ведут себя, да, которые ведут себя нетолерантно. Я понял. Да, Амин, успокойся, это близкий мой братишка. У него чувство юмора очень такое. Очень, очень специфическое чувство юмора. Это нормально, это у нас в кругу пойдет. Он, видишь, с ошибками пишет, буквально раскурил в детской школе, блядь. В детской школе хотел сказать. Я хач, по мне видно, да. Вот. Поэтому я пытаюсь донести людям о том, что давайте просто жить дружно, да. Я ни в коем случае не хочу ругаться. Ни с кем. Я хочу, чтобы мы жили дружно. Понятное дело, у всех какие-то свои моменты. Просто заметьте, что делает наше телевидение. Когда происходит какое-то преступление, все говорят, лицо кавказской национальности. Лицо кавказской национальности. Лицо кавказской национальности. Лицо кавказской национальности. Это край. То есть остальные 90% славяне. Вот и вопрос. Вы маньяки? Ну, если люди живут стереотипами, да. Типа мы кавказцы. Вот кто-то видит грузина и... Вино, шашлык, песни. Ну, это, сука, нелепо. Это просто указывает на твой низкий уровень IQ и развития. Ты долбоеб. Вот. Если же ты смотришь на кавказцы, и при этом у тебя возникают какие-то, ну, хорошие, там, в голове моменты, да. Типа, они трахаются лучше всех. Эй, блин. Я шучу, шучу. Это все шутки, да, как бы. Ну, есть доля правды. Вот. То или они узнают с добром, да, как вы живете, какие у вас там есть, едите вы собак или не едите, да. Ну, то есть вот это все, это все. Это дружба народов. И это нормально, да. И себе, вот, вот, да, вот, сейчас Вага, он пишет правильные вещи. Ну, в том плане, что вот именно такую реакцию я чаще всего на улицах нахожу. Типа, ель к себе домой, там, диктуй свои правила, не воняй вот этим, блядь. Ты хороший парень, я думаю, ты что правильно идешь по жизни с юмором. Тяжело быть постоянно юморным, в том плане, что ты, я часто шучу, как-то, меня больше все люди знают, как, правда, там, клоуна, да, хохмача, и когда... Кого ты там трахаешь в носке на дне? Блядь. Тебе бы шутки писать, братан, в «Однажды в России» на туре. Так что, да, давайте жить дружно, и все будет нормально, я считаю. Кто-то готовит плов, кто-то готовит хаш, а кто-то просто хач. И это нормально, я считаю, да, у нас страна, в которой 145 миллионов жителей, из них там, я думаю, около миллиона национальностей, так что народностей. Это же здорово, что мы можем делиться чем-то друг с другом, а не просто там, вот, и черножопой, пошел нахуй. Хотя тяжело у нас называть черножопами, да, мы же не негры, и негров нельзя называть неграми. Короче, это все предрассудки, хуйня. Привет, как дела? Спасибо, Алена, дела отлично. Почему, когда ты шутишь, голуби плакают? Не знаю, братан, видимо, голуби это птицы мира, а я человек миролюбивый, и они слышат своего... Пропала связь. Вага, почему ты вискос доеждаешь за кошками уличными? Привет, привет! Сегодня посвятим весь вечер песне Фарид. Будем ее обсуждать, будем критиковать, будем что-то дополнять. Может, у кого-то из вас есть рифма, и мы добавим ее к песне Фарид. Споешь какую-нибудь приколюху? Приколюху. Давайте Фариде споем. Кто знает, чтобы мы снова спели Фариде, поставьте плюсик или какой-нибудь смайлик в комментарии, и мы с вами снова споем Фариде. Давайте. Как братья отреагировали на твой пост? Ох, слушай, да никак. Один только из братьев прочитал, сказал, что действительно сказал все по делу. Вот. В целом, тяжело как-то говорить о братском, когда цена дружбы – это цена билета на самолет. Вот. Надеюсь, что в жизни придет осознание таких моментов, как братское, и оно не покупается, да. Ведь есть что-то мужское, да. В жизни не все можно купить. И вот сейчас, будучи уже старым, лысым, толстым грузином, я понимаю, что какие-то ценности, они, ну, не покупаются вообще. Никаких денег они не стоят. Вот даже вот этот ебанутый, который пишет «Всякую дичь», вот он является моим одним из братьев, вот он тоже есть там в этом посте. И как бы он ни шутил, ни отшучивался, по факту он знает, что многое пережили и так далее. Что ты несешь, Валерий, хватит. Ладно, давайте споем Фарида, да, все готовы? Тогда поем песню «Фарид». Все вместе, да, кто-то уже запомнил, кто-то нет. Мы раскручиваем эту песню и... Твоя мама говорила выйти замуж за Максима. В голове же, в макосинах, на приоре твой мужчина. Только-только ты живешь в мечтах. Фарид, он о любви тебе говорит, он гладко выбрит, но не побрит, и между ног его отжигит, не спит. Фарид, он очень любит твой целлюлит, и вот он голос нежно хрипит, и через уши ночью храпит. Фарид, ночью тихо ты в мишку плачешь, тесты под подушкой прячешь. Чтобы мама не узнала, что с Фаридом ты сбывала. Только-только ты живешь в мечтах. И Фарид, он первым рейсом домой улетит, он не напишет и не позвонит, и алименты он не заплатит. Фарид, в кармане шпак и пара бумаг, он на районе один из бродяг, и у него железный стояк. Фарид, он о любви тебе говорит, он гладко выбрит, но не побрит, и между ног его отжигит, не спит. Фарид, он очень любит твой целлюлит, и вот так голос нежно хрипит, и через уши ночью храпит. Фарид. Да, молодой Пресняков, такая вот песня, слишком пошла. Наоборот, ничего пошлого, все в тему. Вот где ты увидел хоть что-то пошлое? Я ни одного мата здесь не произнес, ни одного. Это уже каждый думает в меру своей испорченности. По факту, домой едет, по факту, да, так, с самого начала. Фарид, он о любви тебе говорит, да, ну, потому что хачики, они часто льют в уши девчонкам, да. Потом, он гладко выбрит, но не побрит. Это уже каждый в меру своей испорченности думает, где он там не побрит, а где гладко выбрит, да. И между ног его отжигит не спит. Ну, слушайте, тут дело такое, да, как бы. Эта песня не там плюс 6, да, плюс 18 плюс. Так что, Мацони, да забей. Не пробовал себя на радио. Я очень хотел работать на радио, пробовал себя на радио одно время в Ноябрьске, в городе, где я родился. И, ну, пару раз даже вел эфиры. Здесь не знаю, куда обратиться на радио, без понятия. Сколько людей, столько и мнений. Согласен, спасибо. Давайте дальше. Вот твоя мама говорила выйти замуж за Максима. Это нормально, потому что, когда девочка начинает встречаться с хачом, все мамы очень относятся ревностно, да, потому что они хотят встречаться с хачом, а им уже нельзя, да. Так, как похудеть, жирный живот? Слушай, ну, я ничего не могу сказать тебе дельного. Я сам жирная скотина, если ты это не про меня, да, поэтому я без понятия. Но учись себя принимать такой, какой ты есть или таким, какой ты есть. Так что, в деревне не пробовал себя? Нет, не пробовал. Вот, но чуть тихо, ты в мишку плачешь, да, тесты под подушкой. Не говори с хачом. Из тебя вышел отличный поступок. Спасибо, спасибо. Это очень мило. Я сама с Дагестана. Улыбка, да нет, не дуэн. А, это чеченцы-то говорят. Обидки. Уже обидки, не обидки, а люди славянской национальности, да, русские, как они себя кичут, они называют нас именно так. Поэтому, чтобы им не было обидно. Мне еще нравится фраза, у многих, я слышал ее, мы русские, с нами бог, а с остальными кто, блядь? Плов? Кто с остальными? Серьезно, давайте вдумывайся. Мы с нами бог, а с остальными, сука? С остальными кто? Вот кто с остальными? Кошаки? Кто с остальными, блядь? Это вот расистки, это все. Расист, расист, блядь. Одни расисты, я в охуе. Серьезно? Ну, ох, блядь. Дерьмо кипит. Просто ненавижу расистов. Конченые пидорасы. Доставь, да, не мороси. Может, хватит? Бла-бла-бла. Пой. Виктор Цойный. Пой. Привет, привет. Инга. Иу! Эти даги, вродяги. Я не знаю, что спеть. В смысле, ну, посоветуй чуть-чуть спеть. Я не знаю, может, там, Басту или Аллегрову. Аллегрову, блядь. Спой руки вверх. Какую песню руки вверх, братан? Не ругайся матом, тут дамы. Вот, сейчас объясню. Популярно. По поводу не ругайся матом, тут дамы. Смотрите. Когда вы включаете канал Перец и видите голые пиписьки, вы переключаете канал? Переключаете. Потому что вы вправе выбирать, что он показывает. Когда вы заходите ко мне на страницу и говорите мне не ругайся матом, идите нахуй. Объясню почему. Это моя страница. Я что хочу, то и делаю. Это пиздец, блядь. Вы еще учите меня жить. Вы вообще ебанулись в край. А спой на своем родном языке. Ты часто пел на проекте. Ты же часто... А, да. Что-нибудь. Вот. Так что без обид. Ну, правда. Ну, зашли ко мне в прямой эфир и учите меня, что мне петь, а что мне не петь. Ну, это не очень нормально. Я серьезно просто... Ой, блин. Какую песню руки вверх ты, Вага? Дитя, Дага. Ну, спой. Голос у тебя хороший. У Алешки есть три рубля. Значит, Алешку, да? Ну, давай, Алешку. Поехали. Эта песня посвящается тебе, Вага. Песня про Алешку. Поехали. Любишь ты Алешку больше, чем меня. Алешке, ты вздыхаешь зря. О, Алешке, словно у коня. Только в Агифе позабыла, бля. И без Алешки жизнь твоя пуста. Ты совсем еще наивна и чиста. Наблюдаешь ты за ними сдалека. Только между вами слез река. Потому что есть Алешка у тебя. О Алешке, ты вздыхаешь зря. О Алешке, все твои мечты. Только в Агифе позабыла ты. Не висит плакат мой на стене. Ты уже не помнишь обо мне. И подружкам ты боишься рассказать. Как Алешку ты не хочешь потерять. И стоишь ты рядом в двух шагах. И не скроешь слезы на глазах. Ты не знаешь, как ты далека. Как Алешку, на между вами слез река. Потому что есть Алешка у тебя. О Алешке, ты вздыхаешь зря. О Алешке, все твои мечты. Только о Вагифе позабыла ты. Потому что есть Алёшка у тебя О Алёшке ты вздыхаешь зря О Алёшке все твои мечты Только о Вагифе, о Зурабе, о Мигеле, о Вике Позабыла ты Опа, опа, зелёная крапива Двадцать лет, а сисек нет, это некрасиво Я возьму тебя за ноги, затащу тебя в кусты И на дороге королеву красоты Вот такая песня про Алёшку Боже, Алёшка, Алёшка Подёргай немножко Так, ну что, давайте следующую песню Какую поём следующую песню? Давай без пошлого Вага, хорошо, брат, давай без пошлого Какую песню дальше поём? А он тебя целует Говорит, что любит, но не там тебя целует Он ведь не забудет Давай долю воровскую Вот это я понимаю, вот это Вот это она красотка, правильно Давай долю воровскую, поехали Готовы ты? Я родился ночью под забором Воды окрестили меня вора Мать родная назвала Руслана Ай, маманчан, а я начал шарить по карманам Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бай, мать родная Назвала Руслана Ай, маманчан, а я шарил ночью по карманам А в Батуми заложили гады Вот такая доля воровская Ай, маманчан, вот такая доля воровская Ай, маманчан, вот такая доля воровская Я сижу, сижу на голых нарах У меня есть все, что ты захочешь Только нет свободы, дорогая Ай, маманчан, вот такая доля воровская Только нет свободы, дорогая Ай, маманчан, вот такая доля воровская Вага Вот, видел, братан Что дальше поем? Вага, скажи какую-нибудь песню Ну что ты, правда, как, я не знаю, фруктовый пацан Ой, я боли На мексиканском сможешь спеть Конечно! Я не знаю, как они будут Когда собаку твою, мою заберешь Не знаю Собаку какую-нибудь песню на родном языке А, на родном языке Слушай, на родном языке я не пою Ну, в смысле, я пою, но Не здесь, не здесь Давай, Вага, заказывай песню Давай, не будь, как бумага Вага Влажная Вага Слушайте, есть фильм Терминатор А есть фильм Вагинатор Последняя бровь Лютая фильм Ну что, песню будем заказывать Или все, расход по проходу На 110 человек Давайте создадим шуму Пошумим Или выйти с кем-нибудь в эфир Краски Весна Супер Я не знаю, какую песню Фруктовый пацан Зеленые глаза Мы пели же Селеные зеленые глаза Это милые зеленые глаза А в глазах твоем Все ломал Я тоже ломал С кем уходим в эфир Или заказываем песню Или закрываем вообще все Нахрен Давайте Создадим стряску Апельсинка Апельсинка моя Армянинка моя Ну или почему же Почему же я иду по этим ложам Я иду по этим ложам Потому что я прослушен Я знаю По ресторанам По ресторанам По ресторанам Тебя ищу И потеряю По ресторанам Дим нам плену Угарим я нам Жизнь моя Пошла По ресторанам Грустный саксофон Тоску нагоняет И твой образ И давно исплывает По ресторанам По ресторанам По ресторанам По ресторанам Тебя ищу И потеряю По ресторанам По ресторанам По ресторанам По ресторанам По ресторанам По ресторанам Тебя найду И потеряю По ресторанам Тузлый свет в глазах мерцает Африциант бокалы доливает Грустный саксофон и плачут скрипки Я твой образ искал в бутылке По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам Тебя ищу и потеряю, по ресторанам По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам Тебя найду и потеряю, по ресторанам В дымном плену В угаребьяном Жизнь моя Пошла По ресторанам Че там, кто там, ну-ка, милая девушка моя Следующий, твои кари и глаза Кари и глаза? Ва, это такая песня, нет, ее надо прям вытягивать А я, что-то голос у меня не готов Это типа Ва, это кто? Это я Салам алейкум, баррельзис, бонжурно, добрый вечер Что с твоими бровями, детка? Это татуаж Ва, ничего себе, я тоже хотел себе сделать татуаж, видишь Ты откуда? В Донецка Ва, че у вас там, спокойно? Не очень Не очень? А ты кто по-национальному? Русская Видел я таких русских, ты че на туре? Больше похожие, не знаю, на кого-нибудь из Кавказа там, грузинка, армянка, ингушка Ну, кто-нибудь такая, знаешь Спасибо Маша А, Маша, русская, значит русская, значит русская Как фамилия у тебя, Маша? Лужбина Да, значит русская, точно, все Смотри, там есть еще девчонки из Донецка, пишут землячка Ну, расскажи, Маша, чем ты занимаешься, как ты уделила момент прямому эфиру? Что тебя зацепило, детка? Меня зацепил роман, роман, потом я увидела тебя Ну, роман показал то, что я делала только что И Меня это, ну и ты в эфире был Боже, Маша Маша, серьезно, ты вообще, ты улыбаешься когда-нибудь, Машуль? Или тебе тяжело? Вот ты в натуре театрал, Маша Ты конкретно театрал, блядь Что с тобой, Ле? Машуль Потому что я не могу ничего рассказать своей семье Что случилось, Маша? Плачь, ты чего плачешь? Потому что я хочу Картуру Картуру?